Воды к Орлинскому и вновь на связи Майнский район. Галина Гурьянова озвучила главную на сегодняшний день просьбу жителей небольшого села. Сети водоснабжения нужно капитально отремонтировать. По документам на работы требуется около 8 миллионов рублей. Деньги выделены, осталось заключить контракт. Заключение контракта когда вы планируете? Водный вопрос волнует и жителей деревни Юрьевка в Новоспасском районе. Местный родник единственный по факту источник питьевой воды. Село, в котором есть водопровод, оно расположено 10 километров от этой деревни. Вода хорошего качества в роднике, но требуется ремонт. Чтобы привести в порядок природный источник, необходимо 275 тысяч рублей. Благоустроить родник планируется по профильной госпрограмме. Муниципалитет получит субсидию. К началу октября работы планируется завершить. Здравствуйте, уважаемый Алексей Юрьевич. Я обращаюсь к вам от имени жителей поселка Старой Майны с просьбой оказать содействие в замене стенок, который расположен на месте рабочего поселка Старой Майны. Неприглядный вид сооружения портит впечатление от места, сетуют жители Старой Майны. Старая Майна – один из красивейших у нас населенных пунктов Ульяновской области. Есть богатая история. Я благодарен вам, что вы вопросы поднимаете. Это говорит о том, что вам не безразлично все, что связано с патриотикой. Макет новой стелы уже разработан. Из местного бюджета выделено 450 тысяч рублей на ее изготовление и установку. Вопрос на стадии заключения договора с подрядчиком. Разрешите, Алексей Юрьевич, обратимся к вам с просьбой от лица родителей Давыдовской средних школ и муниципального образования Николаевский район. Мы знаем, что в нашей школе, в нашем селе планируется открытие центра точки роста. Скажите, пожалуйста, Алексей Юрьевич, когда состоится это событие? Равный доступ к современным образовательным возможностям, приоритет неоспоримый. Давыдовская школа вошла в перечень сельских общеобразовательных учреждений, где точка роста откроется уже в этом году. Для этого все готово. На федеральные и региональные средства закуплено современное оборудование, благодаря чему уже в середине августа в школе появятся кабинеты, где дети смогут углубиться в изучение естественно-научных дисциплин, конструировать роботов. Сейчас, в будущем высокотехнологичном образовательном пространстве, завершается ремонт.